Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Познаем истину». Я, Олег Харламов, приглашаю вас вместе с нами открыть удивительную книгу, книгу Библии. Тема нашей встречи сегодня – «Миссионерская природа Бога». Мы с вами будем в течение нескольких месяцев говорить о миссионерстве. Миссионерство – это общая тема наших размышлений. Ну а сегодня мы будем говорить о миссионерской природе Бога вместе с гостями нашей студии, которых я с удовольствием вам и представлю. Алла Копацан, научный корреспондент Института психологии. Богдан Коваль, религиовед, пастор церкви Павел Буга. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас интересная, непростая тема. Мы будем говорить о нашем Господе, мы будем говорить о нас самих, что с нами произошло там, в Едеме, что с нами происходит сегодня. Давайте мы прочитаем основной текст. Книга пророка Исаия, 55 глава, 4 текст. Пожалуйста. Да. Вот. Я дал его свидетелям для народов, вождём и наставникам народам. Благодарю вас. Интересно, когда мы говорим, слышим слово «миссионерство» или «миссия», интересно вообще слово. Оно где-то употребляется сегодня, но может быть не так часто. Что оно означает «миссия»? Слово «миссия» судя по всему латинского происхождения. И вот то, что самое прямое его значение, это какое-то важное задание или поручение. Я думаю, что в светском контексте это было так, что один царь договаривается с царём другой страны и посылает полномочного представителя, который есть миссионер. В христианском контексте, и в основном оно сейчас именно в христианском контексте употребляется, оно обрело похожее, но значительно более глубокое значение. Хорошо. Тогда, когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что Христос, когда уже возносился от земли, Он дал некое поручение своим ученикам, если мы говорим о миссии. Да, совершенно верно. Было такое поручение дано. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это было поручение апостолам, ну и нам всем, кто продолжает дело Божье на земле. Хорошо. Интересно вот это слово «научите». А что включает в себя вот это слово «научите»? Вот человек больше сегодня нуждается в поучении, как и тогда, либо в реальной помощи от Бога? Я думаю, что мы всегда, всегда, с тех пор, как грех вошел в этот мир, мы больше нуждались не столько в поучении, столько в реальной помощи от Бога. Именно? Друга-друга. В греческом тексте Матфея 28-19 там очень интересная фраза стоит. «Сделайте учениками все народы, сделайте последователями». То есть факт не в том, чтобы передать определенную сумму знаний, определенную информацию о Христе, а о том, чтобы каждого человека, кто будет присоединяться к этому движению, познакомить с великим Учителем, с Христом. Мы все-таки говорим, как это слово «научите», все-таки это форма обучения, обязательно нужно учить, либо это слово включает еще нечто, потому что мы видим, когда Христос общался со своими людьми, теми людьми, которые приходили, Он не просто их учил, Он им еще и помогал. Можем ли мы говорить, что когда говорим о благовестии, то речь идет и об исцелении, о наставлении, о поддержке человека. То есть я думаю, это, наверное, очень емкое слово «научите», да? Совершенно верно. «Научите» – это многогранное понятие, и даже в психологии есть такие некоторые контексты. Вот, допустим, обучение – это когда есть учитель, как в классе сидят ученики, учитель сообщает сумму знаний, ученики должны это усвоить. А есть еще «научение», другое понятие, близкое, «научение». Это когда люди просто наблюдают за чем-то, и какие-то формы поведения усваивают. Нет прямого обучения, как в классе. Даже непроизвольно, да? Они что-то познают. На учении я вот наблюдаю за этим человеком, и я начинаю вольно-невольно его подражать. Вот так, например, научаются дети в семье. Когда они наблюдают за своими родителями, они вольно-невольно потом подражают своим родителям. Тут имеет место «научение». Если мы говорим «научите», то есть есть определенное появление, мы сказали, миссия – это определенное поручение, важное задание. Для настоящего времени есть ли какая-то особая весть, но сегодня от Бога, она универсальна для всех народов, а может быть, у Бога есть какая-то особая весть отдельно для каждого народа. Что вот можно сказать о той вести, которая сегодня звучит со стороны Священного Писания? Есть в Библии универсальная весть, которая именно приготовлена для нашего поколения. Это трехангельская весть, записанная в книге Откровения. Эта весть говорит нам о том, что мы должны приготовиться ко второму пришествию Христа, так как Христос говорил, что Он оставляет учеников на этой земле, но вернется во второй раз. И вот как раз сейчас этому мы и должны учить людей, следовать за учителем. То есть независимо, где ты живешь, на каком материке, вот эта весть, она обращается, она универсальна, она очень личностна по отношению к каждому народу. Вы говорите «приготовьте» или «приготовьтесь», наверное, для каждого человека звучит это приглашение, приготовиться к встрече с Господом. Но давайте мы говорим о миссионерстве, вот посмотрим, как все было от начала, от сотворения. Скажите, вот каково предназначение каждого человека здесь на земле, который приходит в этот мир? Поскольку мы были сотворены по образу и по подобию Божьему, и это говорит уже о том, что мы олицетворяем, мы не просто образы и подобия, мы должны в своей жизни олицетворять или же отражать характер всемогущего и вечного Бога. Так было всегда. В планах Божьих было заложено именно это. Бог желал, чтобы в каждом из нас и до грехопадения, и после грехопадения тем более, чтобы был отражен образ Иисуса. Если мы говорим о миссии, мы понимаем, что главная миссия состоит не в том, чтобы только я мог, друзья мои, близкие, но Христос говорит, чтобы весь мир был охвачен этой вестью. Вестью трехангел, вестью возвращения Христа. Да, мы говорим то, что случилось после грехопадения, и как бы, ну, наверное, мысли людей немножко поменялись, отношения к людям поменялись. Вообще вот рождаются человеки, его предназначение каково, чтобы здесь быть? Мы говорим, что, к сожалению, появился грех, и поэтому нам нужно помогать друг другу выходить из этого состояния. Если бы не было греха, была бы у нас какая-то определенная миссия, или мы говорим, важное поручение от Бога, вот Бог сотворил, твое предназначение, поручение от Бога каково? Ну, поручения от Бога, их вообще много. Вот они все у нас есть в Библии. Ещё нет грехопадения, Алла. Вот Бог сотворил человека. Предназначение каково было? Всё больше общаться с Богом. И то, что было дано первой паре, когда были сотворены Адам и Ева, то Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, заполняйте с собой землю и владычествуйте над всем, что я сотворил до вас, для вас. То есть первая семейная пара, она должна была руководить, управлять, владычествовать всеми живыми творениями, должна была возделать Эдемский сад. Ну и кроме того, плодиться, размножаться – это была первоначальная воля Бога для первых людей. Хорошо, давайте мы прочитаем то, что вы говорите. Книга «Бытие», первая глава, с 25 по 28 текст. И так, что говорит Бог по отношению к человеку? Давайте мы прочитаем эти тексты. Первая глава «Бытие», с 25 по 28 текст. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте собою землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Итак, по образу и подобию. Мы сегодня есть образ и подобие Божие? Можем ли мы говорить, что мы действительно, прошло столько времени, грех творит удивительные вещи, мы иногда сами, в виде поведения человека говорим, но это не человек. Мы сравним его со зверем, либо с животным. Итак, вот когда человек поступает по-звериному, можно ли говорить, и в этот момент он всё равно есть образ и подобие Бога? Грех очень сильно испортит человеческую природу, и дело даже не в том, что есть какая-то наследственная идея греха, что грех передаётся. Нет, просто само тяготение человека к этому, когда человек видит пример дурной, поступает. Поэтому я думаю, что образ Божий в человеке всё-таки есть, но он настолько расстроен, настолько разбит, настолько расколот, что нужно уметь увидеть в каждом человеке осколки вот этого образа Божьего. И у Христа удивительно получалось склеивать целостного человека, видеть то хорошее, что в человеке есть, что в человеке заложено, и именно говорить людям такую вещь, что ты можешь быть таким, ты в Боге можешь быть хорошим, красивым, достойным и так далее. И умел именно вот воссоздать вот этот образ Божьего в человеке. Нам очень важно знать, что мы Божьи или, извините, обезьяньи. Вот почему для человека очень важно знать, откуда он, каково его начало? Самые важные вопросы нашей жизни, они открывают или снова и снова задают мне вопрос, кто я, откуда и куда я иду. Каков? Какова цель моей жизни? Почему я здесь? Мы говорим о том, что Бог творил, чтобы мы отражали. Мы не только отражаем, мы все люди этого мира являемся носителями образа Иисуса Христа. Это поручение, это наша миссия, да? Вот Бог сотворил человека, твоя миссия, Бог говорит, быть человеком. Быть образом и подобием моих. Конечно. Очень интересно, христианский богослов V века, Августин выразил эту идею, почти по этических таких словах. Господи, Ты создал нас для себя, и наше сердце бьется, пока не успокоится в Тебе. То есть цель, миссия человека, предназначение – это прославлять Бога. То есть мы видим, Бог очень высоко, вы прочитали эти тексты, высоко оценивает человека, да, по сравнению с другими творениями. Да, только немного умолил его перед ангелами, написано в другом месте Библии. Бог сотворил нас и отпустил на свободу, или Он держит при себе, и мы постоянно находимся в Него в подчинении? Был бы не Бог, если бы Он творил людей такими, как вы говорите. Мы рождены и сотворены в Боге свободными личностями. Мы человек вообще вправе выбирать, куда ему идти, куда он направляет свои пути, независимо от того. Пять лет, десять или пятьдесят, семьдесят лет. Человек сам по себе – это свободная Личность, и в этом открывается вся сущность Божества. Ну, поймите, Павел, что можно так сказать человеку, ты свободен, и отпустить его. И говорят, иди, свободен, но вот только в рамках, например, вот этой студии, да. Ну и, пожалуйста, гуляй здесь сколько хочешь, а вот вырваться за пределы, например, этого помещения уже не дано. И поэтому, действительно, Он сотворил и отпустил, и говорит, вы свободны, идите куда хотите, либо всё-таки Он держит нас в подчинении своём. Иоанн говорит, я хочу закончить мысль, Иоанн говорит, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. По-настоящему свободными мы можем быть только в Иисусе Христе. Та же самая глава, 15 глава и 5 текст говорит Христос. В этом мире вы ничего не можете делать без Меня. Ничего. Наша жизнь целиком и полностью зависит от Него. И всё доброе или худое мы делаем только благодаря тому, что Он сохраняет нам эту жизнь. А когда Он сотворил, вот в человеке было это желание, он сам хотел поклоняться Богу, или Он должен был поклоняться Богу, у Него выбор был. Вы понимаете, есть большая разница, когда ты хочешь и когда ты должен. Я не хочу, но меня заставляют, говорят, ты должен идти на работу, ты должен заниматься, ты должен делать. Я не хочу. Так вот, когда Бог сотворил человека, Он хотел сам поклоняться или Он должен был поклоняться? Но Библия говорит о том, что до грехопадения это был абсолютно такой свободный процесс со стороны первой семейной пары, что они хотели поклоняться. Бог к ним приходил еженедельно в прохладе дня, и они вели беседы с Богом до момента грехопадения. А вот уже когда произошло грехопадение, то написано, что спрятались первые люди, и возник стыд, возникло отчуждение от Бога. И с тех пор есть как бы некие такие, скажем, преграды в отношении между Богом и человеком, пока человек не делает осознанный выбор в пользу Бога в своей жизни. Но я даже знаю, что некоторые верующие иногда говорят, трудно молиться, трудно Библию читать. Бывают такие иногда затруднения. Это говорит о том, что всё-таки человек находится в грешном теле, пока ещё в падшем состоянии, но мы знаем, что впереди у нас великое будущее. А Вы говорите, что человек должен сделать этот выбор, но что мы видим в реальности, что для людей это сложно. Почему выбор в пользу Бога, он более опять тяжёлый, и даже и сегодня. Вот как мы тогда говорим, и сейчас мы как раз говорим о творении, вот сатана представляет более лучшую, качественную рекламу жизни. Вот пиар-технологии, то, что сегодня так на слуху, они более лучшие у него, что люди больше переходят на его сторону, чем на сторону Бога. Они более, на мой взгляд, более яркие, привлекательные, в такой красивой лащённой обёртке, но люди не знают, что потом будет. Он показывает конфетку красивую, но не показывает отдалённые последствия. Хорошо, что тогда Бог проигрывает в том, чтобы показать более лучшую картинку жизни, чтобы я сегодня выбрал его. Я бы скорее предмет нашего разговора сравнил бы. Мы всё как бы живём, вы смотрите, мы живём по рекламе. Мы пасту используем, даже простую зубную, не просто такую, а ту, которую рекламируют. Порошки покупаем и так далее. На нас действует вот эта реклама, картинка, которую мы видим. Вот картинку красиво показывает дьявол, и картинку, которую показывает Бог. Ты на коне, ты победитель, если ты будешь вот это пользоваться, вот этим пользоваться, если ты будешь на моей стороне. Мы говорим, что выбор в пользу Бога для многих очень тяжёл и сегодня. Возникает вопрос, почему? Всё-таки что-то Бог не дорабатывает, либо дьявол очень старается. Я бы вот предмет наших рассуждений сравнил бы, наверное, с отношениями в семье. Когда ребёнок растёт, первое, что он видит, это пример отца, пример матери. Эту любовь, если в семье нормальная, хорошая, здоровая атмосфера, ребёнок проносит через всю жизнь. И вот касательно того вопроса, свободными ли нас сотворил Бог. Если даже дети уезжают куда-то в другую страну мира, куда-то в другое место, они всё равно продолжают поддерживать сеть со своими родителями. А вот касательно того, что сатана предлагает, то есть тоже определённые этапы взросления человека, когда он выходит в мир, когда он выходит в социум, подростковый период в 12-15 лет, когда кроме родительского дома на ребёнка тоже начинают влиять другие факторы. Но та основа, которая заложена была сначала, она всё равно остаётся. Всё равно он ведёт, думает, мыслит так, как приучили его думать. Люди, читающие Священное Писание, думают, зачем вот это сделал Бог. Давайте мы прочитаем 2 глава книги «Бытие» с 15 по 17 текст. Чтобы не было недоразумений в нашей жизни. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь». Зачем Бог искушал человека этим деревом? Испытывал верность. Насколько окажутся Адам и Ева верны единственному запрету Бога. Всё было позволено. В Эдемском саду можно было кушать с любого дерева и делать всё, что Бог заповедил. Единственный запрет — это прикасаться к этому дереву познания добра и зла. Или они не выдержали этого искушения? Знаете, когда мы говорим о запрете, вот я уже с возрастом начинаю понимать, что я снова хочу возвратиться к рекламе. Вы хорошо прорекламировали. Вот то, что рекламирует дьявол, оно всегда срабатывает. Я могу согласиться, но не до конца и не во всём. Почему? Потому что самая лучшая реклама Бога — это Его Слово. Это жизнь Иисуса Христа, это Его смерть, это воскресенье. Это затмевает все рекламы этого мира, вместе взятые в любом городе, на любом материке и континенте. Это всё затмевает. Даже те люди, которые впервые берут Библию в руки и читают это, они восхищаются этой книгой. Ну, давайте мы прочитаем 3 глава, 6-7 текст. Что же они сделали? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них, обоих, и узнали они, что наги и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Я думаю, наши зрители, которые смотрят эту программу, могут согласиться, что ничего страшного вот в том, что вы сейчас прочитали, не произошло совершенно. Я давидого не было ничего. Просто Ева ела, да? Человек съел, и вдруг вот такая проблема. А что же страшного произошло? Если посмотреть на всё это с небесной перспективы, вот книга Библии начинается с описания того, что произошло на земле. Но далее по Библии просто рассыпаны ссылки о том, что в вечности уже произошло восстание, что был ангел, который захотел встать на место Бога, захотел занять его власть и авторитет. И тем, что Бог посадил это дерево, Он хотел показать человеку, как бы иронизируя, «Смотри, я дал тебе всё, ты можешь брать, что хочешь, ты можешь гулять, где хочешь, ты можешь наслаждаться этим и славить своего благодетеля. Но знай, что есть и другой путь, к которому ты можешь пойти. Это путь, где ждут тебя смерть, страдания, боль, этого ты всего не знаешь». Но стоит ли вообще это доступать? Стоит ли вообще это всё пробовать? Но знаете, когда мы читаем текст из 3 главы, 23-24, давайте мы прочитаем, что сделал Бог с первыми людьми, когда они вкусили от этого дерева. 23-24 текст 3 главы. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть мы видим, что Адам и Ева были изгнаны из рая, и им нужно было теперь уже тяжело трудиться, чтобы заработать себе, ну не заработать, а скажем так, добыть себе пропитание. Изменился климат, они стали носить кожаные одежды, и теперь нужно было думать об этом всём, то, чего они не знали, живя в раю, в Эдемском саду. Вот теперь для них это стало явно, для них это стало проблемой каждого дня. Но вам не кажется, что реакция Бога на этот поступок Адама и Евы, которые ели, очень жёстки, мягко говоря? Дело в том, что тем, что Адам и Ева вкусили от этого плода, они нарушили Божий запрет, они показали, что уже не могут быть, не слушают каждое Божье слово. И поэтому Бог просто им так же показал, Он их не уничтожил смертью сразу же на месте. Но он так же им показал, можно сказать выслал, а можно сказать выгнал Израиль. Что будет вот с тем человеком, который пренебрегает даже самым малейшим Божьим словом? Для меня всегда это такой парадоксальный момент, что этим Бог хотел Адама научить. Вот как теперь терния и земля будет произрастить тебе колючки, то подумай, как мне, что мне теперь делать с тобой? Я тебя люблю, люблю как моё дитя. И вот ты согрешил, в твоём сердце появился этот сорняк греха. И вот как мне трудно этот сорняк греха удалить из твоего сердца, то так же и узнай, как тебе будет трудно, вот та земля, которая служила тебе, которая давала плод, вот как теперь трудно будет, чтобы она давала тебе свой плод. А если ты согрешил сегодня, если человек согрешил, Бог сразу выгоняет человека от себя? Конечно же нет. Несколько недель назад у нас сестра, она похоронила своего сына. И долго мы искали подхода к её сердцу, к её душе. Вот то, о чём вы говорите, многие люди думают о том, что Бог жестоко поступил с Адамом и с Евой. Она мне тоже задала вопрос, говорит, «Павел Васильевич, почему наш Бог, которого вы проповедуете и которому мы верим, такой жестокий? Почему он забрал сына? 24 года». И я говорю, «А почему вы так считаете, что Бог жестокий? Почему? Для меня Бог совершенно другой. И я знаю другого Бога. Я знаю Бога, который умер ради меня ещё до того, как у меня появился Отец. Я знаю Бога, который умер ради меня до того, как я пришёл в этот мир. И мои дети. Разве мы можем говорить о том, что наш Бог – жестокий Бог? так говорят люди в мире. Но на самом деле это не так. Хорошо, мы постараемся ещё ответить на этот вопрос буквально через несколько минут. Уважаемые зрители, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Мы продолжаем программу «Познаём истину». Уважаемые зрители, если вы желаете связаться с нами, задать нам вопросы, которые волнуют вас, пожалуйста, вы можете это сделать. Номера телефонов вы видите сейчас на своих экранах. А мы продолжаем говорить о непростой ситуации, когда человек грешит, что же происходит, что делает Бог и что делает человек. Но сейчас мы поговорим, но вначале я хотел бы спросить, вот после грехопадения человек остался жив. Возникает вопрос, почему? Потому что ведь сам Бог сказал, что когда «вкусишь», мы прочитали, вторая глава книги «Бытие», то смертью умрёшь, а человек жив. Возникает вопрос, почему? Бог не исполняет свои обещания, Бог просто грозит, Он пугает нас, что если ты не послушаешь меня и будешь делать то, что ты желаешь, то будет что-то страшное. А на самом деле Он, как любящий отец, немножко погрозил пальцем, поругался, и на этом всё закончилось. Так почему человек не умер? После грехопадения смерть вошла в мир, и Адам и Ева всё равно должны были умереть, хоть через 900 лет, хоть через больший срок. Проблема только в том, что каковы теперь стали их отношения с Богом. Когда человек согрешил, то он уходит от Бога, он не хочет жить в Божьем присутствии. Я всегда провожу такую иллюстрацию, что Бог, как источник света, даёт жизнь и свет всем творениям. Когда человек уходит от присутствия Бога, когда человек уходит от лица Бога, то он, как батарейка, или как ноутбук, или какое-то зарядное устройство, какое-то время ещё сохраняет этот заряд, но в конце концов всё равно погаснет. Как вентилятор, вот как отключаешь вентилятор из сети, он крутится медленнее, медленнее и останавливается. Вы считаете, что когда человек грешит, он как бы уходит от Бога, а что делает тогда сам Бог? Вот что делает человеку? Чувство вины, оно заставляет его убегать, прятаться. Да, написано. И что делает Бог вот в этот момент, когда человек ведёт себя вот таким образом? Да, написано в Бытие, в первых главах, что когда Адам согрешил, он спрятался в кустах от Бога и сказал, что услышал я твой голос и убоялся. И Бог отправляется на поиски Адама. Адам, где ты? Он таки его нашёл, начал с ним разговаривать. И сегодня Бог тот же, Он сегодня ищет падших людей, чтобы поднять их из грязи, восстановить их образ Божий, привести к себе и дать им прекрасное будущее. Бог всегда один и тот же. Да, то есть как бы этот ответ на вопрос, который мы перед этим задали. То есть мы говорим, что когда человек грешит, Бог сразу выгоняет его от себя. Да в принципе Бог не выгоняет. Но чувство вины заставляет человеку убегать от Бога. И давайте мы прочитаем третья глава Бытия и девятый текст. Итак, что делает Бог? «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты?» Вот вы представьте себе, вот если мы в роли Адама и Евы. Итак, мы спрятались. Я не знаю, что там творилось внутри каждого из них, потому что, ну, скорее всего, они поняли, произошло страшное, потому что вот как ребёнок что-то сделал, может быть, до конца не понимает, что сделал, но желание спрятаться есть. И, наверное, вот оно от первых людей это идёт. Итак, и они слышат шаги Бога и этот голос. «Где ты?» Вот когда они услышали этот вопрос «Где ты?» То есть, Бог говорит о наказании, «Где ты?» «Сейчас я тебя накажу», либо «Где ты?» «Я пришёл помочь тебе». Когда мы слышим от родителей, то у нас это обычно ассоциируется именно с наказанием. Но Бог приходит для того, чтобы помочь. Бог приходит как бы в недоумении. Адам, мы ещё вчера с тобой общались, у нас ещё вчера были прекрасные отношения. А теперь что случилось, что ты отвернулся от меня? Что случилось, что ты убегаешь? То есть, почему ты… А почему Бог задаёт… Хорошо, Богдан, почему Бог задаёт вопрос? Бог же знает, что произошло. Он знает, где они. Что они там сидят, где-то в кустах скрылись. Они же не переместились на другую планету. Почему Бог задаёт вопрос? Хочешь разобраться в своих чувствах, как это моментально произошла вот эта смена образа Бога, что из любящего Отца Бог стал тем, кто желает наказать. Чтобы сам Адам разобрался в себе, чтобы он понял, что такой, казалось бы, незначительный проступок перевернул внутри, в его душе. А кого сегодня Бог ищет? Всех. Знаете, самое страшное в грехе, то, что происходит, когда человек согрешает, мы говорим об этом, это то, что, когда мы уходим, на самом деле, первая глава Библии, первая глава Библии показывает, что, когда мы уходим, мы теряемся. Мы сами не понимаем, на каком расстоянии мы находимся друг от друга, мы находимся от Бога. Почему первое, что сделал Бог? Я хотел бы ещё вернуться к вопросу по поводу, почему Адам не умер. Вот помните 3.15, первое обетование Библии. Адам умер. Но почему он сразу не умер? А потому что в тот момент, когда в силу вступил грех, тут же Бог даёт обетование. Прежде чем сказать Адаму и выгнать его, Он дал ему что? Обетование 3.15. «Адам, ты можешь быть теперь спокоен. Я иду на поиски тебя». И находя его и Еву, он показывает им, на каком они расстоянии, вот то, о чём вы говорите, они находятся от Бога, потому что на самом деле, когда мы согрешаем, мы не знаем, куда мы уходим. Никто из людей не может объяснить этот путь. Никто. Не пытайтесь понять. Когда человек уходит от Бога, это страшно. И самое страшное, что сегодня люди находятся, очень многие люди находятся в таком состоянии. И когда они слышат этот вопрос, «Где ты?», обращаясь к каждому человеку, каждый человек слышит своё имя, вот это какого-то чувства испуга. Но мы видим здесь удивительную картину, что в этой ситуации, ситуации грехопадения, когда человек предаёт дружбу с Богом, не Бог это делает, и Бог идёт навстречу, Он ищет. То есть мы говорим, что здесь реально показана миссионерская природа Бога. Да? Совершенно верно. Миссия, миссия Бога, Он даёт поручение человеку быть человеком, быть образом и подобием. И когда вот это нечто случилось, когда человек спрятался, Бог выходит его искать. Не человек, что удивительно. Не вышел Адам и Ева, когда услышали голос, они должны были выйти, наверное, упасть к ногам и просить Отца о прощении. Но Бог понимает вот эту проблему греха. То, что вы говорите, Павел, удивительно, что у человека почему-то нет силы, желания просто встать и пойти. И что делает Бог? Бог ищет. Как Бог решает проблему греха и смерти? Это удивительно. То, что вы сказали, книга Бытие, 3 глава, 15 текст, это обетование для Адама и Ева. Давайте мы прочитаем второе послание апостола Павла Коринфяна, 5 глава, 21 текст. Второе послание Коринфской церкви, 5 глава, 21 текст. Удивительно, как Павел говорит о том, что сделал Бог с нашим Господом. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Вы знаете, это поразительный просто текст. Я его читал, и я читал, и я его читал. Вы знаете, и будем читать. Просто, когда сразу читаешь, он как-то не умещается в голове, что невиновного, невинного Бог сделал жертвую за грех. И мы знаем, что план спасения был задуман еще до сотворения планеты Земля. Уже тогда было Божьей Троицей так продумано, что если все-таки люди согрешат, уже Иисус Христос приготовлен как жертва за грех. Еще планеты в помине даже не было, а план спасения уже был. То есть Христос, мы говорим, могло ли бы такое, если бы человек устоял, что не надо было умирать Сыну Божьему. То есть не все вот так, как многие считают, запрограммировано было у Бога, что вот создаем человека, творим, он должен обязательно согрешить, потом я обязательно должен его найти, потом обязательно я должен отдать Сына своего, да? То есть этого обязательно не должно было быть. Это был как бы, как говорят, план А, план Б. Значит, план А, если все пойдет благополучно. Но могло пойти благополучно. Конечно, могло. Я бы хотел, чтобы все мы поняли, что вот этот план, благополучный план, он реально мог пройти. Да, реально. Человек сказал нет. Конечно, мы говорим, что вот как в нашей жизни происходит, а в жизни сколько, как вы думаете, искушений? Множество. Миллион каждый день. Вот как вы думаете, со всеми этими миллионами можно справиться? Либо так, устоял в десяти тысячах, но в миллионах споткнешься? Или можно устоять? Можно. Вот какая надежда для каждого из нас, что Бог выходит ищет, что Бог на твоей стороне, что Он спрашивает, где ты, Он знает о том, с какими искушениями ты сталкиваешься. Какая надежда для человека? Я снова хочу обратиться к тексту, о котором вы говорите. Текст. Еще раз можно прочитать, но можно сказать. Смотрите, не сдавшего греха. Он сделал за нас жертвой за грех, чтобы мы сделали с какими? Интересно, праведными. Праведными. За что? Почему? Потому что любит. Потому что любит. Потому что Бог ищет то, о чем вы говорите. Потому что Бог ищет. Потому что Бог по-другому не представляет своих отношений с нами. Мы, когда согрешаем, мы убегаем, как дети. Но мы, когда согрешаем, мы забываем, что глаза Божьи смотрят совершенно по-другому на этот мир. Нам кажется, что в темноту убежать, и уже Бога не видно. Но глаз Божий видит нас. Он знает все. Но еще интересен текст тем, что только в нем мы можем сделаться праведными. Правильно вы сказали. Миллион искушений можно победить, а на миллион сотом искушений я падаю. Это говорит о несовершенстве моего и вашего характера. Но в нем Бог подарил нам с вами эту победу. Бог подарил нам с вами эту надежду. Вы сказали, что миссия Господня, она обусловлена любовью. Вы сказали, да? Почему делает так? Почему так поступает Бог? Основа любви. Мы говорим о нашей миссии. Она все-таки происходит из любви, что мы любим, либо определенного, знаете, вот этого поручения, как бы приказа. Вы знаете, что любить и что-то исполнять под давлением, под приказом, это несколько разные вещи. Что нас побуждает быть миссионерами? Я думаю, что если человек на себе ощутил любовь Божией и пережил опыт настоящего обращения к Богу, то вот эта потребность спасать других, открывать людям Иисуса Христа, она становится частицей нас самих, органичной частью нас самих. И мы уже просто по-другому не можем. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, мы будем везде пытаться найти человека, которого нужно привести к Богу и открыть ему Божью любовь. То есть я свидетельствую не потому, что Бог с меня спросит. А ты делаешь это не потому. То есть если ты только боишься вот этого, что с тебя спросят, а если бы Бог не спрашивал и не говорил, то можно было бы вообще тогда и не рассказывать другим людям. То есть а чем ты движим в своих отношениях с другими людьми? Интересно, вот какие символы миссии Христа использует, Христос вернее, какие Христос использует символы, когда Он говорит о миссии каждого из нас в этом мире. Помните, в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея. Давайте мы прочитаем пятая глава, тринадцатый и четырнадцатый текст. В конце нашей программы мы прочитаем эти тексты. Итак, символы миссии. Кем мы должны быть? Мы говорим, что да, человек должен быть движим любовью, чтобы быть свидетелем, чтобы рассказывать другим людям. И Господь говорит, кем вы должны быть? Для того, чтобы люди обратили на вас внимание. Тринадцатый и четырнадцатый. Текст, да? Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Хорошо, скажите, легко ли всегда быть соленым? Да, быть солью. То есть люди должны как-то прикоснуться к тебе и почувствовать, что от тебя исходит то, что не испортит твою жизнь. Твоя жизнь, а встреча с тобой, она будет более качественной, она будет более вкусной. Мы знаем, что делает соль с продуктом. Она сохраняет и придает определенные вкусовые качества пищи. Но и мы говорим светом. То есть это поручение Иисуса Христа быть солью и светом. Оно сегодня как бы становится такой реальностью в нашей жизни. Мы можем быть таковыми людьми, что люди, глядя на нас, могут сказать, да, я хочу быть с ним. Потому что с ним легко идти, с ним видно, куда я иду. Только при условии, что у нас у самих есть связь с Богом. Потому что без Бога, вот как говорил Павел Васильевич, без Бога ничего невозможно хорошего, так тем более ничего сам по себе человек делает. Это если у нас есть эта связь, тогда мы являемся отражателями Господа. И тогда у людей возникает желание быть с нами и следовать за нами. То есть если мы в связке с Богом, тогда другие люди могут быть в связке с нами и с Богом. Я благодарен вам, друзья, за участие в программе. Сегодня мы говорили о том, что произошло с нами людьми, когда мы согрешили. Мы можем как-то обращаться к этой истории, может быть, давней уже истории, как считают многие люди, и говорить, вот если бы они так не поступили, или, может быть, мы можем излить весь гнев даже на Адама и Еву, почему они так поступили, из-за их поступков мы сегодня так мучаемся, печалимся. Но, друзья, давайте посмотрим на свою жизнь, как мы сами поступаем в этой жизни. Что мы делаем доброго для других людей, которые рядом с нами? Мы видим, что сделал для нас Господь. Он отдал своего сына, невиновного сделал виновным, для того, чтобы мы могли сегодня почувствовать вкус жизни. И Господь предлагает, если вы на моей стороне, будьте, пожалуйста, солью, будьте, пожалуйста, светом. Давайте будем помнить об этом поручении Господа. Самое удивительное, что когда мы пали, Бог вышел навстречу, Он продолжает каждый день выходить навстречу и ждет нашего возвращения сегодня каждого из нас домой, в Царствие Его. Давайте увидим присутствие Бога в нашей жизни, услышим Его голос, где ты, и сделаем этот смелый шаг навстречу Ему. Я благодарен вам, друзья, что вы были вместе с нами. Тема следующей нашей встречи Авраам, первый миссионер, поэтому, пожалуйста, не пропустите эту программу. Всего доброго, мира вам и добра. Всего доброго и вам.